Волейбольный турнир на кубок главкома РВСН открывают ракетчики. Историю героического пути Николая Ивановича Крылова молодым спортсменом рассказывает руководитель общественной организации стратегические ракетчики генерал-майор Виктор Прокопеня. Военачальник, чьим именем назван турнир в армии, оказался в 16 лет и прошел путь от солдата до главкома. Ракетными войсками стратегического назначения Николай Крылов командовал до 1972 года. При нем происходило наращивание и укрепление боевого потенциала РВСН, что обеспечило военный паритет между СССР и США. Под руководством маршала Крылова ежегодно в пятилетку 65-го по 70-е на боевое дежурство ставилось ежегодно 217 пусковых установок. И к концу 60-х годов в Советском Союзе было создано группировка ракетных войск, которая по качеству и по количеству не уступала Соединенным Штатам Америки. Почетные гости турнира Алексей Тимохин и Виктор Фомиев стараются не пропускать спортивные соревнования с участием одинцовской молодежи. Они напутствуют ребят перед стартом, ведь впереди соревнования, а значит борьба, победы и поражение. Участие в турнире принимают три команды, в составе которых учащиеся четвертой и четырнадцатой гимназий, второго и шестого лицеев. Ребята очень любят волейбол и в свободное время тренируются на площадке в пятом микрорайоне города Одинцова. Так как ребята хотят выходить на новые уровни, систематизировать тренировки, выезды на турниры. Тем самым мы обратились к Виктору Егоровичу из общественной палаты с инициативой, чтобы он санкционировал создание клуба. О создании спортивной организации ребята всерьез задумались, когда встал вопрос о выездных играх. Название уже есть «Пересвет». Клуб должен объединить тех юношей и девушек, которые готовы регулярно выступать за Одинцова на турнирах разной сложности. Кроме того, будет решен вопрос и с тренировками. На открытых площадках со сменой погоды играть все сложнее. Для нас нет конкретного места базирования. Вот сейчас будем просить администрацию, чтобы может нам фоки выделили время определенное. Составим график и с этим графиком мы обратимся в спорткомитет. Они пойдут на встречу. И желательно, чтобы, конечно, хотя бы раз в месяц проводить турнир. Турнир на Кубок Маршала Крылова проходил в течение трех дней. Победитель определился в воскресенье. Им стала команда Одинцовского лицея номер два. Второе место у сборной гимназии номер четыре. На третьем волейболисты второго лицея. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова